Привет всем, меня зовут Алексей Бурлаков и я подготовил для вас интересную подборку из тех событий, которые произошли за пределами Украины и которые очень важны для тех, кто внутри, в пределах этой Украины. Поэтому приглашаю вас, заходите, подключайтесь и зовите друзей, ставьте лайки этому видео, комментируйте его, будем все это обсуждать. Самое главное, о чем мы сегодня поговорим, мы поговорим о Соединенных Штатах Америки. Да, они как обычно делают повестку этого дня и они как обычно, ну можно сказать, задают политику во всем мире, но в этот раз это не совсем позитивная история, потому что два события сразу связанных с ними произошли и два события эти очень важных. Ну, во-первых, не нашли, опять не нашли компромисса по миграционному законодательству. Я напомню, в чем там история, потому что российская пропаганда вовсю разгоняет фейки, да, историю о том, что в Соединенных Штатах грядет чуть ли не гражданская война и начинается вот внутреннее противостояние, что там армия будет воевать с национальной гвардией, друзья, ничего этого не будет. Ну, скорее всего, ничего этого не будет. Ну, 90% что этого ничего не будет, но разве что в российском телевидении и Такер Карлсон сам сделает эту войну гражданскую, как ему, наверное, очень сильно хочется и за что ему, по крайней мере, платят. Кстати, я надеюсь, вы его не смотрите. В чем история? Южная граница Штатов, Техас в частности, там граница с Мексикой и оттуда идет очень много мигрантов. Кстати, мы об этом вспомним немножко позже, но если вы помните, во время правления Трампа была подобная история, там целые караваны, там тысячи или десятки тысяч мигрантов из Эквадора, из Центральной Америки, из Южной Америки, все шли в Соединенные Штаты и Трамп на этом построил как раз одну из своих, ну, один из эпизодов своей предвыборной кампании, когда он говорил о том, что нужно построить стену на границе с Мексикой. Ну, вот он как бы начал ее строить, и тогда это было вызвано толпами мигрантов, которые куда-то делись, рассосались по дороге, может быть, остались в более лучших странах по дороге, ну, лучше, чем Эквадор, то есть, ну, может быть, в Мексике остались, я не знаю. Теперь эти мигранты на границе непосредственно и делают предвыборную кампанию для Трампа еще раз, потому что, скорее всего, после его заявлений, вот, ночных, вчерашних, о том, что, о том, что не нужно голосовать за помощь Украине, нужно голосовать в миграционное законодательство, но сделать это нужно тогда, когда он, то есть Трамп, станет президентом. Ну, мол, он начал эту стену, и он должен ее закончить. Он начал вопрос миграционный, и он этот миграционный вопрос и должен закончить. Кому от этого хорошо? Трампу, и, во вторую очередь, республиканцам. Кому от этого плохо? Украине, Израилю и Тайваню, потому что вопрос финансирования и вопрос финансирования из бюджета Соединенных Штатов, вопрос финансовой помощи, вопрос выделения оружия, и очень-очень много вопросов помощи для Украины, он завязан именно на этом миграционном законодательстве, которое, как сказал министр, который отвечает за это, в Соединенных Штатах, оно поломано, и нужно его срочно чинить. Как будут чинить, спросите вы? Будут чинить, попытаясь договориться между двумя партиями. Тут уже детали, я думаю, нам не очень нужны, как именно американцы будут чинить свое предвыборное, предвыборное, миграционное законодательство, которое, кстати, можно назвать действительно предвыборным. И почему они не могут договориться? Сначала была группа из трех сенаторов, была группа из трех представителей, то есть от каждой партии и какой-то нейтральный представитель. Они сказали, что вроде как договорились, принесли свои наработки в Конгресс, и им сказали, что нет, ничего, вы не договорились, возвращайтесь обратно, договаривайтесь. Потом появилась другая группа из конгрессменов, которые предложили свое решение, написали письмо, там даже были республиканцы, написали письмо, что мы видим решение вот так. Им сказали, молодцы, видите, тоже где-нибудь там в сторонке, вот вместе с теми тремя, которые уже приходили. Ну и ничем это толком не закончилось. Более того, спикер палаты представителей, который республиканец, так, и которого можно назвать, но он не был ярым трампистом, но можно его таким назвать сейчас, он, взважая, он смотрит на мнение Трампа и смотрит на электорат Трампа, и смотрит на то, что Трамп по штатам сейчас побеждает, и может быть, вдруг Трамп даже станет президентом Соединенных Штатов, значит, с ним нужно сейчас посчитаться и завоевать себе какие-то баллы дополнительные. И этот славный парень говорит, что плохой вариант компромисса вы предложили, и давайте думайте опять. В общем, Конгресс и Сенат думают над этим миграционным законодательством уже на протяжении нескольких месяцев и не могут никак найти компромисс. Вы говорили когда-то, что в Украине плохой парламентаризм, ну вот демократия как она есть. С одной стороны это хорошо, потому что они правда ищут компромисс, а с другой стороны плохо, потому что все остальные вопросы никуда не двигаются, это во-первых, ну и во-вторых, все остальные вопросы политические. То есть, если вопрос миграционный в таком подвешенном состоянии, то есть, если политики в Вашингтоне не могут договориться в деталях, тут не такой важный законопроект на самом деле. Деньги на эту стену и на южную границу в том числе, они выделяли все это время, потому что как Трамп запустил этот процесс, так его пока остановить и нельзя. Так вот, если политики в Вашингтоне до сих пор об этом спорят, это значит, что никакой гражданской войны быть не может. Ну, давайте подумаем логически. Если бы на южной границе штатов, ну, в штате Техас, действительно была ситуация близкая к гражданской войне, правда ли демократы не нашли бы какое-то общее мнение с республиканцами? Я думаю, нашли. В чем еще история? Почему страшны такие мигранты? Потому что, говорят, республиканцы, по крайней мере, пытаются показать, что это самое большое пришествие, самое большое количество мигрантов за всю историю, которая благодаря вот этим поблажкам, которые вместе с администрацией Байдена начались, самое большое количество мигрантов, исторически самое большое количество мигрантов прибыло. Ну, то есть, это около 250 тысяч, примерно, давайте возьмем все источники, и среднее около 250 тысяч в год их прибывает, по разным источникам, опять же, по разным данным, но очень много. И не то, чтобы они все прям вот спокойно ходят через границу, там, дырки в заборе и так далее, но нет, они пытаются прорваться, они пытаются убегать от пограничников, они пытаются убегать от тех, кто охраняет границу сейчас, кстати, набирают добровольцев сейчас для патрулирования пограничных зон власти Техаса, и военная техника вроде как перемещается к границе, может быть, не перемещается к границе, это вот те элементы российской пропаганды, потому что, по сути, вот этот конфликт на границе озвучивается и показывается только российскими медиа, во всяком случае, вот так раскручивается широко только российскими медиа. Европейские, британские медиа не видят такой большой проблемы, потому что есть одна загвоздка, миграционное законодательство, которое можно очень быстро решить, если найти политический компромисс. И если вопрос только в политике, то, значит, вопрос сохранения страны не стоит, поэтому не верьте никому, кто говорит, что там какие-то штаты объединяются против каких-то штатов и идут воевать с другими штатами. Все намного здесь проще. Но давайте рассмотрим это еще в сфере, в спектре, как это для Украины, потому что это важно, потому что если вдруг этот вопрос решают заморозить до пришествия Трампа, ну, если они верят, что Трамп станет президентом, то есть где-то примерно до осени, не скажу точно, когда выборы, ну, наверное, в конце октября выборы в Соединенных Штатах, если этот вопрос оставляют до его пришествия. То есть, смотрите, миграционное законодательство, если его не голосуют, то не голосуют и помощь Украине и Израилю. Если это все откладывается на до победы Трампа, как рассчитывают республиканцы, то это значит, что вот этой помощи, скорее всего, и не будет. Потому что Трамп, как уже он не один раз говорил, верит в то, что он может закончить войну за 24 часа. Тогда зачем нужно выделять военную помощь кому-то, если он этого кого-то может успокоить за 24 часа? Он, правда, еще не сказал, как он эту войну остановит за 24 часа. И Владимир Зеленский ему несколько раз говорил, приедь, покажи, как ты это сделаешь. Но Трамп пока не отвечает. Может быть, занят чем-то. Вот. В чем еще здесь очень страшная история? А страшная история здесь в том, что Трамп еще и говорит, что НАТО никому не поможет, если будет большой кризис. Если на Америку кто-то нападет, то НАТО не поможет. Он говорит, я знаю этих людей, и им доверять вообще нельзя. То есть, мы хотя бы сейчас стоим на тех позициях, что Конгресс и Сенат Соединенных Штатов, я не знаю, все законодательные органы Соединенных Штатов, сейчас работают над какими-то механизмами, которые не позволили бы любому президенту совершать какие-то глупые поступки. Допустим, выйти из НАТО теоретически президент США по своему решению теперь не сможет. Ему нужно две трети Конгресса теперь голосов, чтобы действительно выйти из НАТО. Но Трамп продолжает угрожать, он продолжает заниматься популизмом, и продолжает говорить, что НАТО нам не нужно, давайте выходить, НАТО не поможет, давайте закрываться. Так вот, в этом тоже есть большая опасность того, что все эти вопросы откладываются на потом, потому что потом они тоже могут быть отложены на потом. И может быть, именно это и станет рычагом для того, чтобы закончить войну. Ну, то есть, Трамп скажет, Путин, смотри, я не буду выделять им деньги, ну, а ты заканчивай с войной. Вторая история, неприятная для Соединенных Штатов, вторая история, которая, ну, очень неприятная для Соединенных Штатов, первый обстрел на Ближнем Востоке, который привел к жертвам среди военных американских. Три человека погибло, несколько десятков, говорят, ранены. Ранены они на базе в Йордании, недалеко от границы с Сирией. Какие-то неизвестные беспилотники прилетели и, получается, обстреляли базу американскую там. Кто это мог быть? Непонятно. Джо Байден говорит, что это все сделал Иран. Некоторые конгрессмены говорят, что нужно сейчас, значит, идти плыть, я не знаю, идти бежать и бомбить Иран, и стрелять по объектам в Иране. Но тогда начнется какая-то большая война. Американские аналитики говорят, что, в принципе, Иран действительно идет на некую эскалацию конфликта с Соединенными Штатами, но они сами боятся этой эскалации, они сами не хотят большой войны. Плюс, насколько я знаю, китайские чиновники обращались к иранским чиновникам с просьбой, ну, не надо войны, никому не нужна война, но Иран потихонечку градус этот поднимает. То есть Китаю, который попросил Иран не воевать, война не нужна. Ирану, который, в принципе, тоже хотел бы больше, наверное, торговать, чем воевать, война не нужна, хотя тут есть вопросики. Соединенным Штатам война не нужна, тем более, что в год выборный и Джо Байдену, ну, точно война с Ираном не пригодится ни при каких условиях, если он хочет победить на следующих выборах. Ну, выходит, что никому не нужна война, кроме тех организаций, формирований, которые на Ближнем Востоке, в принципе, занимаются войной постоянно. Это Хизбалла, это тот же Хамас, это исламский джихад, это ИГИЛ, остатки его, не знаю, насколько они серьезные. Это Хути или Йеменские Хуситы, как мы их все почему-то называем. Ну, в общем, вот этим ребятам, может быть, война и нужна. Но проблема только в том, что именно эти ребята, можно сказать, и есть проиранскими формированиями там. То есть, много расследований, много заявлений политических, и не только политических, о том, что эти организации финансируются прямо или не прямо именно из Тегерана. То есть, это, как мы говорили, иранские прокси. А это значит, что они полностью подчиняются Ирану. Да, кстати, Иран официально заявляет, что это не они, что им это не нужно, и что они абсолютно не контролируют те организации, которые устроили этот обстрел. Но посмотрим, как это будет, потому что, как и в случае с обстрелом позиций йеменских хуситов, вот несколько недель назад Соединенные Штаты тоже как бы не хотели эскалации. Но пришлось как-то отреагировать, и пришлось создавать видимость, может быть, первого акта войны. Но, надеюсь, до этого не дойдет, потому что действительно это никому не нужно. Кроме того, друзья, опасность, как всегда, оказывается рядом, буквально за границей Украины, и уже звучат заявления о том, чтобы Украину растащить. То есть, вы знаете о визите Петра Сиярту, он министр иностранных дел Венгрии, он приехал в Ужгород, и встретился там со своим украинским коллегой, встретился с главой офисом президента Украины. Судя по фотографиям, все проходило не очень хорошо, но, судя по заявлениям после этой встречи, все в едином порыве стремятся к чему-то хорошему. Венгерская ультраправая партия, и тот лидер этой ультраправой партии, фамилию и имя которого, я надеюсь, что мы с вами так и не выучим никогда, но, тем не менее, говорит, что если Украина начнет падать, то мы как бы поддержим, но только Закарпатья, и заберем его к себе. То есть, если Украина будет проигрывать в войне с Россией, то мы заберем Закарпатью, то Закарпатья наша. В принципе, дружественная заява, правда, заявление? Ну, вот, с такими теперь приходится работать. И на фоне этих заявлений приезжает министр иностранных дел Венгрии в Украину и пытается о чем-то договориться. Говорит, что права Венгров в Закарпатье нужно сохранить. Следом за ним другая интересная история. другая партия, но уже румынская, крайне правая партия, и ее представитель сегодня заявляет о том, что, если что, то Молдавия нам, Буковина нам, и еще несколько регионов Украины тоже нам. И Одессу, если что, мы тоже с собой заберем, потому что нам нужно. Интересные такие заявления, но разница в том, что вот эта румынская партия, они повторяют Орбана, и они очень любят партию Орбана, как я понимаю, и его политику тоже очень любят. И еще в самом начале широкомасштабного вторжения заявили, что Россия все правильно делает. Мы с Москвой, ну и тому подобное. Партия венгерская, ультраправая, наша родина, она называется, если не ошибаюсь, в переводе, конечно, на русский язык, они тоже делали пророссийские заявления, но с Орбаном их не очень-то связывают. То есть получается так, что политическая система этих двух стран выдает на гора вот такие заявления, причем от партий, которых есть своя поддержка. Не такая, как если вы поищите в пророссийских пабликах, там будут писать о них, что это партии, которые набирают популярность, которые имеют большую популярность. Не имеют они большую популярность, но какую-то все-таки, какую-то все-таки они имеют. И это опасно. Опасно тем, что может быть, если вдруг эти партии получат какой-то перевес, ну вы понимаете, что может быть. Тем более, Румыния остается таким дорожкой для украинского зерна, который это украинское зерно и может покинуть Украину. И спасти это украинское зерно можно было пока только по румынской дорожке. Да, Венгрия не помогает и не пропускает оружие в Украину. Да, с Румынией тоже с румынскими фермерами были определенные вопросы. Но все равно все это решаемо. Во всяком случае, пока мы побеждаем. Или пока мы вот в этой парадигме победной, во всяком случае, пока все видят, что мы побеждаем и пока все видят, что с нами все работают. Но давайте вернемся к первому пункту, о котором мы говорили и к американской помощи и о том, что мы не знаем на самом деле, когда будет эта помощь со всеми вот этими американскими проблемами. Но если вспомнили о фермерах, не можем о них не поговорить дальше, потому что на самом деле уже несколько недель по всей Европе проходят забастовки фермеров. Это не только Польша, где перекрывали дороги по всей стране в 150 точках в Польше перекрывали дороги. Дороги неделю назад эти же самые фермеры. Не только в Румынии, не только в Венгрии, но это и Франция, Бельгия, это Италия, это много очень стран. И сегодня даже в Италии встречались фермеры из нескольких стран. Вот они как бы попротестовали и съехались в одном месте. Видимо, может, опытом обменяться, я не знаю. Просили они примерно одного и того же. Они просили снизить цены на дизель, они просили лицензии пересмотреть условия, и они просили от государства по сути больше внимания для самих себя. Но как отреагирует государство и какое, мы пока не знаем. Во всяком случае, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн говорила о том, что мы будем реагировать. И самое странное, два заявления. Румынские фермеры говорят, что те, кто от их имени договаривается с правительством, они не представляют их интересов. Ну, мол, самозванцы какие-то пошли договариваться от нас с правительством и как бы защищать наши интересы мы их не просили. Какие-то самозванцы, говорят, румынские фермеры. Во Франции свое слово в поддержку фермеров и о том, что вас никто не слышит, ну и как бы защищает интересы французских фермеров отчасти или пытается это показать. Марин Лепен, о которой мы с вами помним и помним, кто финансировал ее предвыборную программу по, ну, во всяком случае, по журналистским расследованиям. Выходит, что вся эта система с протестами фермеров, может быть, она и преследует какие-то правильные интересы, может быть, она и преследует какие-то цели и мотивы, которые, да, должны помочь фермерству всему в Европе, но похоже на то, что может оседлать эти процессы как раз те силы, которые, ну, не совсем хотят, чтобы Украина победила, не совсем хотят, чтобы Европа осталась целой и Евросоюз остался целым и сильным Евросоюзом. В общем, давайте следить за тем, как правые силы в Европе, я надеюсь, что они не будут становиться больше на ноги. в Германии проходят целые демонстрации и целые митинги против партии Альтернатива для Германии, которая как раз есть этой самой правой партии. И, кстати, по поводу ее членов тоже были журналистские расследования о том, кто же финансирует их и выходили тоже на Россию. Не всех, понятно, может быть, там кто-то не любит Россию и не принимает деньги от нее, но кто-то точно принимает и об этом уже были расследования, вы можете поискать их сети и точно найдете. Главное, интересуйтесь информацией, главное, проверяйте информацию и главное, оставайтесь с нами, обязательно подписывайтесь на канал, на мой, на канал 24, ставьте лайк, потому что тогда YouTube понимает, что это видео можно показать всем. И оставляйте комментарии, потому что мне правда важно ваше мнение. Я могу в чем-то ошибиться, я могу чего-то не сказать, я могу упустить какую-то ветку ответвления от своей основной мысли и буду рад, если вы мне ее подскажете. Ну и YouTube тоже увидит, что вы комментируете, значит нужно еще кому-то показать. Берегите себя. Пока.